Участок улицы Ташкентской возле областной клинической больницы готов почти полностью. Сейчас подрядчик укладывает последний третий слой асфальта, и дорога до Московского шоссе станет доступной для всех автолюбителей. Появятся новые знаки и светофоры. Разделяет проезжие части и трамвайную линию новая прогулочная зона. Здесь в ближайшее время озеленят участок елями и живой изгородью, а также добавят лавочки. Закончен он будет уже в ближайшие полторы недели. Вот этот участок до Московского шоссе, ну чтобы сюда не возвращаться, уже все силы бросить на улицу Демократическую. В это время на Демократическую уже установили первый пролет путепровода. Всего их будет три. На это уйдет 4000 кубометров бетона и 50 тонн арматуры. Сам путепровод весьма сложен, ведь на каждую опору приходится 17 бурнобивных свай. За счет этого мост выдержит большие нагрузки. Строители по-особенному относятся к своему творению. Я всегда мостовые соединения с ранней женщиной. Чем красивейший мост, тем красивейшая женщина. Так что мы стараемся. Дороги, это ее глазки, ресницы. У нас в России самые красивые женщины. Значит, у нас и мосты должны быть красивые, дороги хорошие. Длина путепровода 90 метров, ширина 14. Он станет еще одним мостиком от Московского шоссе до Солнечной. Съезды позволят попасть и на улицу Демократическую. Движение на всем протяжении Ташкентской будет четырехполосным. Завершить реконструкцию улицы вместе со строительством путепровода должны уже в ноябре 2017 года. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.